Лекция по Бхагавадгите, как она есть, 13 глава, тексты 1 и 2. Прочитана Его Божественной Милостью, Ачеб Активидантой Свами Прабхупадой. 25 сентября 1973 года в Бомбее, Индия. Арджуна хотел получить от Кришны ответы на четыре вопроса. Первый. Что такое Пракрити, материальная природа? Кто такой Порушам, наслаждающийся материальной природой? Что такое Кшетрам, поле наслаждения или поле деятельности? И Кшетра Гьян. Кто тот, кто наслаждается или кто действует на этом поле? И еще два вопроса. Что такое Кьянам? Знание. И Геям. Что есть объект знания? Цель знания. И Кришна ответил. Идам срирам каунтия кхетрам ития видхир. Тело является Кшетрой. А тот, кто знает это тело, является Кшетра Гьян. Тема Бхагавадгиты — это понимание того, кто является собственником тела. Как правило, все, 99,9% людей знают, убеждены в том, что они тело. Но это неправда. Кто такой собственник тела? Тот, кто знает. Я не тело. Я лишь владелец тела. Например, я сижу на этом троне. Я не трон. Но я личность, которая лишь сидит на этом троне. Точно так же, когда кто-то спрашивает меня, кто вы, если я называю себя, детей нужно вывести. Если я отождествляю себя с телом, это проявление моей глупости. В шастре говорится Го-кхара. Го значит коровы, кхара, ослы. Тот, кто отождествляет себя с телом, это Го-кхара, коровы или осел. Тело состоит из трех дхату, капха, пита и вайо. В соответствии с наукой аюрведы, тело состоит из капхи, питы и вайо. Иными словами, мы можем сказать, что это тело состоит из плоти, костей, крови, мочи, испражнений, слизи. Если вы сделаете аналитический анализ тела, вы увидите, что именно из этих компонентов оно состоит. Поэтому эти компоненты не являются мной. Это первое проявление невежества. В духовной науке, до тех пор, пока человек до конца не осознает, что я не являюсь этой плотью, кровью, мочой и другими ингредиентами тела, я отделен от них. Тот, кто действительно знает, что я отделен от тела, я вечная душа, я неотделимая часть Верховного Господа. Как сказано, Мамай Вамшо Джива Бхута. Тогда мое знание совершено. Итак, студентам даются образования, но в образовательных учреждениях отсутствует это знание. Никто не знает, что я не тело. Поэтому Шастра говорит, всякие отождествляющие себя с телом, А то, что связано с телом других людей, свадхи, тот, кто считает, что они мои люди. А Бхома, Родина, земля, где вы родились, достойна поклонения и джадхи. Это мы и наблюдаем. В настоящий момент по всему миру все отождествляют себя с телом, А землю, на которой родилось тело, считают священной, достойной поклонения, Бхома и джадхи. А тех людей, которые связаны с этим телом, мы считаем своими родными, родственниками. Вот что мы наблюдаем. Но в соответствии с Шастрой, всякий, кто подвержен таким отождествлениям, тот, кто считает себя телом, тот, кто преклоняется перед своей землей, перед своей страной, тот, кто считает своими единственными близкими, своих родственников, тот, кто следует этим ложным понятиям в соответствии с ведической цивилизацией, является представителем цивилизации коров и ослов. Иными словами, это цивилизация животных. Вы не можете быть счастливым в цивилизации животных, в обществе животных. Например, в джунглях обитают животные, и там нет мира. Постоянно идет борьба за выживание. Животные дерутся друг с другом. Тем не менее, они живут более-менее спокойно. Но в настоящий момент мы опустились ниже животных во всем мире, ибо мы не понимаем главных принципов цивилизации, мы не знаем, что такое конечная цель жизни, в чем состоит наше совершенство. Этого знания нам не достает. Поэтому Арджуна спрашивает, что такое гьяна, знание, что есть объект знания. И Кришна отвечает, что тело Шарирам является нашим полем деятельности. У нас разные типы тела. Вчера я говорил об этом. Есть 8 миллионов 400 тысяч форм тела. И сообразно нашему желанию, природа предоставляет определенное тело для нашей деятельности. В другом месте в Бхагавадгите говорится об этом. Господь пребывает в сердце каждого. Кришна находится как внутри, так и снаружи. Антар-бахи. Кришна пребывает как внутри, так и снаружи. Все, что мы должны сделать, это сделать наши глаза и чувства совершенными, чтобы увидеть Его. Кришна не является невидимым. Мы можем увидеть Его, но увидеть Его может только тот, у кого есть глаза для этого. Другие не могут. Поэтому в Бхагавадгите сказано, Те, кто развил сознание Кришны, любовь к Богу, способны видеть верховную личность Бога. Ачинта-гунаш-сарупам, источник всех духовных качеств. Ачинта-гунаш-сарупам, Ачинта, значит непостижимый. Качество Кришны непостижимый для нас. У Него есть качество. К примеру, Кришна говорит, «Патрампушпам фаламтойам юми бхактя прадхачхати тадханг аснами». Говорится, что каждый, кто предлагает Кришне «Патрампушпам фаламтойам» с преданностью, почему Кришна ест это? Например, в настоящий момент Кришне предлагают какое-то блюдо. Почему Кришна ест? Как Он это ест? Мы не видим этого, но Он ест. В противном случае Кришна оказывается лжецом. Он говорит, «Тадахам ашнами бхактю пахритам». Если кто-то предлагает Мне с преданностью, «Я ем это, но как Он это ест?» Не подумайте, что Он не ест, но как Он ест? Этого Вы не знаете. Поэтому очиньте гунасварупам. Его качества непостижимы. В нашем представлении есть, значит, есть ртом. Все, что нам предлагают съедобное, мы берем и кладем в рот. Мы знаем, что именно в этом состоит процесс приема пищи. Но поскольку Кришна очиньте гунасварупам, Его прием пищи отличается от нашего. В Брамасамхите говорится, что разные члены Его тела могут выполнять функции любых других частей тела. Например, мы видим своими глазами. Если я закрою свои глаза, я ничего не увижу. Но даже если Кришна закроет свои глаза, Он может видеть все своей рукой. И это непостижимо. Поэтому это называется очиньте. Итак, Кришна предлагает пищу, и Он ест ее взглядом. Он может есть своими глазами. Например, мы можем есть своим ртом, не нашими глазами. Но Кришна может есть глазами, просто взглянув на пищу. Вы можете задать вопрос, если Он съел предложенную Ему пищу, почему же она тогда лежит такой же, какой была, когда ее начали предлагать. Ответ на этот вопрос дается в Упанишаде. Пурна-сья. Кришна может съесть целый поднос, тем не менее, весь этот поднос останется. Он останется нетронутым. Это духовное качество. Это великая наука, духовная наука. К сожалению, сейчас нет такой образовательной системы, которая бы позволяла постигать духовную науку. Особенно в эту эпоху, все повсюду безбожие. Поэтому люди несчастливы. Цель нашего движения сознания Кришны заключается лишь в том, чтобы сделать людей счастливыми с помощью сознания Кришны и позволить им понять все в верном свете. Такова наша миссия. И это миссия каждого преданного. Например, Арджуна задает здесь вопросы. Он знает все. Он друг Кришны. Он личный друг. Он всегда живет с Кришной. И невежество не может иметь места в жизни Арджуны, но он задает этот вопрос лишь ради нашего блага. Кришна ответит на этот вопрос. Почему мы должны так серьезно воспринимать ответы Кришны? Потому что он является авторитетом в последней инстанции. Он — верховная божественная личность. Если мы получаем знания от Всевышнего, это знание совершенно. Если вы получаете знания от старшего, от того, кто более образован, чем вы, от того, кто более опытен, это знание совершенно. Итак, в материальном мире кто-то может занимать верховное положение, но он не является высшим властелином. Верховный властитель Кришна. Итак, если мы получаем знания от абсолютного верховного, Ишвара, Парамах, Кришна, тогда наши знания совершенны. Если мы обретаем знания через посредника, это тоже хорошо. Что значит знание через посредника? То есть, от того, кто получил это знание от Кришны, это знание тоже совершенно. Но тот, кто измышляет, говорит, возможно, это так, возможно, это так. Такое знание несовершенно. В современном мире все знание гипотетическое, спекулятивное. Это несовершенное знание. Если же вы хотите обрести знание совершенное, вам необходимо обращаться за ним к Верховной Личности Бога. Кришна, Верховная Божественная Личность, сообщает его в форме Бхагавадгиты. Поэтому Арджуна задает этот вопрос, чтобы люди могли обрести совершенное знание от Кришны, и чтобы их жизнь могла стать совершенной. Это кьянам. Что такое кьянам? Кьянам значит понимание кшет-раги собственника тела. Например, в обычных отношениях, если вы понимаете, что это дом, и владелец дома такой-то, такой-то человек, тогда это знание совершенное. Подобно этому, если мы понимаем, что собой представляет наше тело, и кто является его владельцем, тогда наше знание совершенное. Кришна говорит, что у тела есть собственник, душа, но есть и другой кшет-рагя. К примеру, в доме живет постоялец, а также хозяин. Это совсем не трудно понять. Любой дом в Бомбе, там живут множество постояльцев, квартиросъемщиков, но также есть и собственник. Аналогично, мы не являемся истинными собственниками нашего тела, мы лишь постояльцы. Например, если я предоставлю свою машину вам в пользование, вы не являетесь ее владельцем, вы лишь арендатор или водитель, но владелец у этой машины другой. Так и Кришна. Он говорит, я тоже кшет-рагя. Я косвенно владелец этого тела. Поэтому Кришну зовут Хриши-кеша. Хришика – это чувство. И наше тело состоит из чувств. Итак, истинный владелец Кришна – Хриши-кеша. Нам тело дается в пользование, поэтому мы пользуемся рукой. Если же руку парализует по какой-то причине, мы не сможем сами починить ее. Это невозможно. потому потому что собственник отнял силу у руки, он решил ее способности действовать, поэтому она не функционирует больше. Хотя я заявляю, это моя рука. Я говорю, кстати, не я рука, я говорю, это моя рука. На самом деле, это не моя рука. Это рука Кришны. И это знание. До тех пор, пока мы думаем, я тело, это мое тело. Это знание несовершенно. Но когда вы понимаете, что это тело Кришны, вы обладаете совершенным знанием. Не подумайте, что Кришна владеет, является Кшетр-гьян только человеческого тела. В мире насчитывается 8 миллионов 400 тысяч разных тел, и Кришна присутствует в каждом. Об этом также сказано в 14 главе. Как, например, отец производит на свет тело, он дает семя, а мать предоставляет тело. Точно так же Кришна является верховным отцом, он дал семя, так же, как отец зачинает дитя в очареве матери, отец дает семя, мать предоставляет тело. Подобно этому, мы пришли в этот материальный мир от Кришны, он, отец, дающий семя, материальная природа предоставила нам тело. И наше тело сравнивается с янтрой, с машиной. Кришна дал нам тело через посредство материальной природы. У нас есть тело, и тело, подобно янтре, машине, мы находимся в этой янтре и путешествуем. Под влиянием майя мы сидим в этой машине, янтре, и скитаемся по всему творению. Иногда мы оказываемся в теле человека, иногда в теле полубога, иногда в теле богатого человека, иногда в теле бедняка, иногда оказываемся в теле кошки, собаки и других форм жизни, деревьев, растений, обитателей. Вот таково наше положение. меняя тело. Каждое мгновение наше тело меняется. Сначала мы младелец, потом ребенок, потом юноша. Точно так же мы меняем свое тело после смерти, дехантера праптих, но мы не знаем, какое оно будет в следующей жизни. Мы слепы, и это называется невежество. Как правило, люди думают, что перерождение не существует, что мы живем один раз. Нет. Бхагавадгита приводит такой пример. У младенца есть будущее, другое тело, тело мальчика. У мальчика есть будущее в форме другого тела, тело юноши. У юноши тоже есть будущее. Тело старческое. И так же у старика есть будущее, другое тело, которое будет у него после смерти Тадхады, Хантера, Праптих. Однако люди потеряли всякую ответственность. Они не знают, какое тело они получат в следующей жизни. Они слепы. Поэтому это знание необходимо. Почему я получаю тело? «Как мне получить тело получше или похуже?» Это знание, а не о том, как есть, спать, заниматься сексом. Это не знание. Этим знанием обладают и животные. Где отыскать пищу, где поспать, где найти секс, как защититься. Животные тоже знают, как это делать. Если мы тратим все свое время только на удовлетворении этих четырех потребностей тела, то мы не лучше кошек и собак. Истинное знание это понимать, кто я, что есть наше тело, почему я страдаю, я хочу быть счастливым, но почему страдания приходят, почему то или иное страдание всегда сопутствует моей жизни. Эти вопросы важны, но люди не... Они настолько оглупели, они не спрашивают о том, как найти решение этим страданиям, этим проблемам жизни. Они идут за такими же слепыми лидерами. Дурасая. Они надеются на что-то, на то, что приспосабливаясь в материальном мире, они станут счастливыми. Это невозможно. Жители западных стран, Европе, Америки, сделали все от них зависящее, чтобы жить счастливой материальной жизнью. Но это невозможно. Они тоже разочарованы, они избиты с толку. В материальном смысле вы не можете быть счастливыми. Вы должны знать это. У вас должно быть совершенное знание о том, кто вы, что такое ваше тело, и как вы сможете стать счастливыми. Тогда ваша жизнь успешна, если вы живете как кошки и собаки и пытаетесь приспособиться, как кошки и собаки. Это пустое времяпрепровождение, это трата времени. Поэтому, пожалуйста, попытайтесь понять боговодит. Это совершенное знание, это всеобъемлющее знание, знание, которое дает самый совершенный, верховный личность Бога, и в нем нет недостатков. Знание, которое мы получаем от несовершенной личности, грешит четырьмя несовершенствами. Носители такого знания подвержены ошибкам, иллюзии, обману и несовершенствам, многим недостаткам. Вы не сможете получить совершенное знание от несовершенной личности, вы должны получать знание от совершенного, и тогда ваша жизнь будет успешной. Поэтому Арджуна задает столько вопросов Кришне, и Кришна ответит на его вопросы в 13 главе. Ответы Кришны содержатся во всех главах, особенно в 13 главе Кришна дает информацию о знании, об объекте знания, о том, что такое тело, кто является собственником тела. Он говорит также о себе. Философы Майвади говорят, что есть лишь один дух. Нет, есть два. Кришна говорит «ча». «Ча» значит «другой». Индивидуальное живое существо, душа, является собственником тела. Не собственником, но постояльцем, арендатором. Так и у Кришны есть определенный интерес на это тело. Как, например, хозяин, арендодатель. У него может быть много домов, я могу занимать только один из них. Мой интерес распространяется лишь на один конкретный дом, в котором я живу, но собственник заинтересован во всех своих зданиях. Не только в вашем или моем теле. Он заинтересован во всех телах. Он говорит «сарва-йонишу» во всех формах жизни. Все это очень четко и ясно нужно понять. Как Кришна связан с нами? Он связан не только с человеческим обществом, он связан и с обществом животных, собак, кошек, полубогов, обитателей вод, обществом растений, насекомых. Кришна повсюду. Кришна говорит об этом здесь. Я тоже один из участников этого тела. Если человек лишь попытается понять, в каких отношениях стоит тело и душа, тело и сверхдуша, Кришна. Кришна говорит «Я Кшетра-гья». Он говорит о себе как о сверхдуши, о Параматме. Он может знать боль и наслаждение каждого. Я занимаю лишь это одно тело. Я знаю о боли и наслаждении своего тела, но мне неизвестно о страдании и наслаждении вашего тела. И вы не знаете о страданиях и наслаждениях моего тела. Поэтому вы индивидуальны, вы локализованы. Но Кришна всепроникающий, Он вездесущий. Кришна знает о боли и наслаждении вашего тела, о боли и наслаждении моего тела. Кришна знает о страданиях и наслаждениях тела собаки, кошки, всех, каждого. Это Кришна. Он знает все. Это его аспект Параматмы. Что это значит? Он находится как Параматма даже в каждом атоме. Эта тема очень интересна. Конечно, Бхагавадгита это букварь духовного знания. Если мы не понимаем даже букварь духовной науки, то о каком прогрессе может идти речь? К сожалению, мы пренебрегаем этим знанием, но это наш долг распространять это знание Бхагавадгиты. И мы делаем, мы делаем все от нас зависящее. И мы хотим, чтобы все, особенно индийцы, сотрудничали с этим движением. Спасибо вам большое.